Мир вам, дорогие друзья! Предлагаю сегодня обратить ваше внимание на интересный текст, который мы находим в Нагорной проповеди, слова Иисуса Христа. Матфея, седьмая глава, с пятнадцатого по двадцатый текст. Бойтесь лжепророков, в овечьей шкуре приходят они к вам. Но туром же они, волки хищные, по делам их и узнаете, как и они. Разве собирают гроздья виноградные с терновника или с репейника смоквы? Всякое хорошее дерево приносит добрые плоды, а плохое худые. Хорошее дерево не может приносить худых плодов, а плохое дерево добрых плодов. Всякое дерево, не приносящее добрых плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их, знаете их. Это очень интересный отрывок, который дает нам огромное количество пищи для размышления. Но одним из ключевых аспектов этого отрывка являются слова, где он говорит о том, кто вы есть, можно узнать по вашим плодам, по результатам вашей деятельности. Я очень люблю различные травяные чаи, сборы из трав. И недавно я купил травяной чай в магазине, и на этом чае было написано Elder Flower. И я, естественно, заинтересовался, что означает, как перевести, что это за название, что это за трава, что это за цветок, из которого сделан этот чай. И когда я получил перевод, я понял, что это за трава. И меня наполнили воспоминания. Когда мы жили в Украине, когда я был еще ребенком, мы с моим отцом ходили гулять по лугам, по лесам и собирали различные цветы и травы. Потом мы высушивали их и делали из них чаи. И одно из растений, которое мы собирали, была бузина, что в переводе на английский и есть Elder Flower. В Украине можно встретить два вида бузины. Первый – это черная, если мы будем читать с латинского – Sambucus nigra. Этот вид бузины достаточно полезный. Когда-то наши предки добавляли ее листья в салаты, употребляли. Сегодня мы пьем чаи. И также есть красная – Sambucus racemossa. Очень опасная разновидность. Красные ягоды содержат яд, которые губительны влияют на здоровье человека. Сухие плоды черной бузины и соцветия приносят огромную пользу и часто используются в лекарственных целях. Чаи, настойки – из них принимаются при воспалительных процессах, при подагре, при сахарном диапетии, как жаропронижающие, мочегонные, успокоительные. А также они повышают сопротивление организма при различных кожных заболеваниях. Однако следует осторожно относиться к этому растению. Из-за невнимательности можно перепутать черные плоды с красными. И вы скажете, ну как это возможно? Поверьте, это вполне реально. Цвет ягод различим только в период созревания. А вот когда наступает время собирать плоды для изготовления лекарств, начинает возникать трудности. И эти виды очень легко перепутать. В мифологии растение имеет не самый привлекательный вид. В легендах и повериях бузину описывают как палочку-воручалочку для ведьм и нечистой силы. Однако в средние века люди использовали ее веточки в качестве оберега. В некоторых христианских историях рассказывается об Иуде, который повесился на бузине, а не на осине, за что Бог ее и проклял. Но когда мы сравним им листу красной и черной, то она тоже похожа между собой. Нужно хорошо разбираться и быть очень внимательным к тому, чтобы действительно разглядеть эту разницу между двумя этими видами бузины. Сегодня эта иллюстрация или пример этого растения в комбинации со словами Христа из Нагорной проповеди несет нам поучение. Я выделил два из них. Первое поучение. Христос в этом тексте говорит о том, что лжепророка мы будем способны распознать только по плодам. Мы можем говорить не только о лжепророках, но и о людях, которые могут скрывать свои истинные мотивы нахождения в церкви или свои истинные мотивы служения в церкви. Сегодня мы встречаем людей, которые говорят шикарные проповеди, интересные откровения имеют, называют себя верующими. Но в то же время эти люди могут принести разлад, разрушение. Их не беспокоит жизнь церкви, ее развитие, процветание. Их задача не созидать, а нести разрушение. Принести смуту. Мотивы этих людей могут быть различными, но они не имеют ничего общего с Божьим словом. Это первая идея или первая плоскость, в которой Христос говорит о пророках, которые придут, и разницу мы сможем узнать только по их плодам. Этот текст звучит для нас как предупреждение. Будьте внимательны. Когда люди собирают бузину, когда люди пытаются найти это растение, им тоже необходимо быть внимательными. И вот второй момент, второй аспект, второй урок, который мы можем найти в этой истории, на который хотелось бы обратить внимание, это на качество моего служения. На результат моего служения, моего пребывания в церкви, что скрывается в моих мотивах, что я несу с собой как лидер, как лидер определенного отдела, диакона, учитель субботней школы. Я несу исцеление? Я как черная бузина? Посредством моего служения что получает человек? Каков мой плод? Господь призывает нас к тому, чтобы мы с вами были внимательны. Первое, что нам необходимо, это духовное зрение, чтобы распознать, что полезно, а что нет. А второе, нам не нужно становиться токсичными в церкви или приносить эту токсичность, быть ядовитыми. Нам необходимо молиться об этом и просить Бога, чтобы Он дал мне духовное откровение, в чем я, возможно, токсичен. Я приглашаю каждого из нас уделить время для общения с Богом, размышляя о том, что несет моя жизнь, мое служение. Христос говорит о плодах. Каков мой плод? Какой ваш плод? Молитесь о духовном зрении и о Божьей мудрости. Апостол Иаков пишет следующее в 3 главе 17 по 18 текст. А мудрость, что от Бога, она прежде всего чиста, и она в миролюбии, снисходительности, готовности уступать. Она свободна от пристрастия и лицемерия, исполнена милосердия и приносит добрые плоды истинной праведности. Но праведность – это и есть плод того семени, что спокойно сеется миротворцами. Благословений вам, дорогие друзья!